Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдвард Петер и мы продолжаем работать с галактическими темами и пейзажами. В прошлый раз мы с вами сделали планету из муки, а в этот раз я покопался у себя, нашел такой прекрасный камушек, вообще для Луны, как мне подсказали, можно использовать песчаник, ракушечник, он тоже, наверное, интересно может получаться, но если нет в наличии, то мука в каждом доме. Итак, что мы с вами сделаем? Первонаперво мы возьмем вот этот ракушечник и сделаем его квадратненьким. Вот он у нас квадратный. Так, и теперь мы сделаем следующее. Как в прошлом уроке, мы возьмем сейчас кружочек, да, вот так, и Ctrl-Y. Мы с вами получили кругленькую текстуру для земли. Так, а теперь то же самое фильтр мы возьмем, скажем, что искажение, нам нужна сферизация, сфера нам нужна. И такую сферу мы получим при 100% режим ручной. Ок. Вот так, видите, вот у нас уже получилось совсем-совсем неплохо. Так, теперь Ctrl-A, Ctrl-C, идем в галактику и загружаем Ctrl-Fall. Есть. Далее делаем такое, какое нам нужно. Ну, допустим, давайте большую землю делаем такое. Вот такое. Хорошо. Далее будем нажать и, создав новый слой, вернее, так, вот оно, заполним это черным. Так, далее Ctrl-D и удаляем. Вернее, двигаем, вот так двигаем. Ну, а и тут мы можем, конечно, фильтр применить, размытие по галактику. Так, вот так где-то. Ок. Ну, может быть, пора больше. Вот. Мне хотелось бы, я слишком много, на мой взгляд, размыл. Так, давайте-ка мы еще разочек. Фильтр. Размытие. По галактику. Вот, это мне показалось много. Все-таки свет там, атмосфера слабая, свет там более-менее такой. Жесткий, поэтому так это лучше будет. Ок. Так, сделали. Теперь непрозрачность немножко. Вот так, чтобы чуть-чуть было видно эти. Далее. Выделяем здесь. Сначала теперь переходим сюда. Ctrl-Shift. И просто-напросто отрезаем. Не нужно. Готово. Вот так у нас получилось. Следующим этапом нашей работы должно быть свечение. Свечение мы сейчас сделаем. Помните, мы в прошлый раз делали, но немножко по-другому сейчас мы сделаем. Так. То есть, сначала внешнее свечение, да? Возьмем вот такое коричневое. Если мы хотим слабенькое свечение, такое коричневое. Вы можете выбрать свое. 125 пикселей от размера зависит. И непрозрачность. Можете сами установить тоже. Ну, вот у меня, допустим, 93 метра достаточно. Ок. Но это не все. Потому что я хочу теперь внутреннее свечение сделать. Для чего вы сейчас увидите. Так. Внутреннее свечение. Вот. Я возьму то же самое, только непрозрачность. Сейчас 64 размер. Я сам определяю. Так. Видно, что происходит, да? Так. Идет подсветка хорошая. Ок. Так. Единственное, что это надо соединить. Тогда у нас подсветка будет еще и вот здесь. Да? Все прекрасненько. Отличненько. Теперь мы можем Ctrl-Shift-Alt-E. Переносим теперь все сюда. Далее. Слой черный. Ctrl-Shift-Alt-E. Здесь мы с вами сейчас создадим фильтр. Рендеринг. Рендеринг. И блик. Мне нравится вот это, 35 миллиметров. Яркость. Посмотрим. Ну, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И у нас 60. Ок. Вот он у нас здесь появился. Мы создаем для него линейный свет. Нет. Мы ищем теперь, чтобы нам это обычный. Так. Сейчас я вспомню. Затемление затухания. Экран. Может экран использовать. Посмотрим дальше. Линейный осветитель. Светлее. Тут на вкус и цвет, как говорится. Мне больше нравится линейный осветитель или экран. Экран тоскловатый. Вот линейный осветитель. Хорошо. И теперь Ctrl T. Мы его выделяем. И начинаем делать так, как нам нравится. Больше, меньше. То есть вот здесь. Вот так. Поставили. Так. Вот так. Хорошо. Единственное, чего мне не хватает, ребята. Это. Ну, как бы мне хотелось бы что-то здесь еще голубое такое добавить. Чтобы. Я попробую сейчас с помощью просто цветности это сделать. Если нет, то есть другой способ. Так. Я беру эту кисточку. Беру цвет, допустим, какой-то вот голубой вот такой. И пробую здесь. Нет. Мне это не нравится. Этот способ можно, конечно, там убрать непрозрачность и так далее. Но я сделаю по-другому. То есть можно этот способ годится тоже, но лучше мне вот использовать вот такое. То есть, я возьму сейчас вот цветовой фон насыщенность, да, и буду искать какие-то вот голубые такие цвета. Видите, вот насыщенность посмотрю. Ну, естественно, скажу, что это только на это действует. Хотя, в принципе, можно оставить их для всех. То есть, я сейчас буду искать подходящие мне голубые цвета. Вот такие, допустим. Окей? Окей. И теперь, если я переведу это в черный, то есть Ctrl и маску, и возьму кисточку белую, так, и скажу, что непрозрачность где-то 50%, и тогда я могу вот тут сделать такие голубоватые, как бы там еще и какая-то, может быть, типа воды что-то есть, да, кто ее знает. И непрозрачность поиграем еще, посмотрим, сколько нам можно. Я думаю, что вот так было бы хорошо. Ну, пока у нас планеточка получилась довольно-таки реалистичная и симпатичная. На этом я с вами попрощаюсь. До следующего раза. Я думаю, что нам нужно кольца Сатурна поделать еще, научиться. Окей? Итак, до следующего раза. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!